Правда ли, что экономика Японии падает и как на этом заработать, можно понять, посмотрев на этот график. Мы видим, что за последние несколько месяцев данные по ВВП Японии то падали, то были выше нулевой линии, то ниже. То есть особого тренда на падение нет. Однако для нас, как для биржевых трейдеров, важно, какое значение будет именно в сам момент выхода новости. Смотрите, в среду 15 ноября в 2.50 по Москве будут данные ВВП, то есть валовый внутренний продукт, по Японии за третий квартал. И предыдущее значение было 1.2%, а прогнозируется минус 0.1%. То есть данные по экономике Японии переходят из плюсовой зоны сразу в минусовую зону. И это означает, что в момент выхода новости, если данные будут хуже прогнозируемых, то есть ниже минус 0.1%, это значит, что курс японской иены может сильно упасть практически на несколько сотен пунктов. А это значит, что вы можете заработать несколько сотен долларов, торгуя одним стандартным лотом. И буквально за несколько минут. Теперь давайте посмотрим на графики японской иены, чтобы понять, располагает к этому обстановка на рынке или нет. На графике D1 мы видим, что последние несколько месяцев, практически весь год, пара доллар-японская иена находится в восходящем тренде. Это означает, что японская иена относительно доллара, наоборот, падает, снижается. И в целом это негативный тренд. Как это может повлиять на сам выход новости? Ну смотрите, прямо сейчас пара доллар-японская иена подошла к линии сопротивления, отбилась от него. Кстати, этот сигнал я давал в своих прошлых выпусках, чтобы не пропускать. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка в описании к этому видео. И сейчас цена опять подходит к этой линии сопротивления. И от нее я бы не рекомендовал продавать, потому что слишком быстро она вернулась. Ну, быков здесь скорее всего больше, чем медведей. В общем, рекомендация такая. Если в момент выхода новости цена будет топтаться около этой линии сопротивления, то я бы не рекомендовал входить в сделку. Потому что движение цены может быть прямо обратно к выходу новости. То есть новость будет негативная, а валюта доллар-японская иена улетит вниз. Просто потому, что находилась около линии сопротивления. А вот если цена преодолеет эту линию сопротивления и будет находиться в зоне выше, то смело можете делать ставки на продажу пары доллар-японская иена в момент выхода данных об экономике Японии. Они скорее всего будут негативными. И как я уже сказал, если они будут ниже прогнозируемых, то это будет негативная новость для японской иены. И пара доллар-японская иена, скорее всего, продолжит восхождение. Теперь давайте посмотрим, какие есть еще сигналы и разворотные точки по другим валютным парам, на которых можно заработать на этой неделе. По австралийскому доллару, кстати говоря, я давал сигнал на покупку от линий поддержки. Тут было у меня две линии поддержки. Обычная, классическая и зеркальная. От первой, смотрите, цена отбилась и прошла 300, больше 300 пунктов, что означает 300 долларов, если вы торгуете одним стандартным лотом, буквально за несколько часов. И также цена отбилась от зеркальной линии поддержки, от нее движение составило больше 200 пунктов. В общем, сигнал моей работает. Давайте посмотрим, что еще есть на этой неделе. На D1, смотрите, вот есть такая линия сопротивления, она как бы базируется на вот такой платформе коррекции цены. И вот сейчас на графике H4 видно, что если цена подойдет опять к этой линии, можно будет продать и заработать на снижение. Это в районе цены 0.6520. По евро-доллару, смотрите, цена сейчас находится в консолидации перед, скорее всего, дальнейшим ростом. Несколько раз отработала зеркальную линию поддержки, очень приятно. Кто на меня подписан, я надеюсь, заработал. Теперь я вот обозначаю вот такие два сигнала. Это продажа от линии сопротивления и покупка от линии поддержки. Неплохие сигнальчики, но, скорее всего, краткосрочные. Пара доллара и японская иена имеют вот такие вот сигналы на покупку. Смотрите, в районе цены 156. Если вернемся обратно, то от нее можно будет купить и заработать на росте. Ну, а также есть еще дальняя линия поддержки зеркальная в районе 151.586. Здесь тоже можно будет купить и заработать на росте. Но пока что он находится в восходящем тренде, но этот тренд может резко поменяться. Пока что он достаточно такой консервативный. Пара доллара, швейцарский франк. Тоже интересную картину имеет. Три раза уже отбивал цена от линии поддержки. И сейчас, возможно, еще раз отобьется. Но это сигнал слабенький. Больше скальперский. То есть, если вы будете торговать на короткие дистанции, то здесь можно будет купить. Однако, я еще вижу такую возможность, что если цена пробьет эту линию поддержки, то при возврате обратно сформируется зеркальная линия сопротивления. От нее можно будет продать и заработать на снижение. Поэтому обратите внимание на эту зону. Хорошая разворотная точка на продажу. Еще давайте глянем серебро. Серебро. Сейчас была вот такая вот волна восходящая. Не дошла до моей сигнальной точки на продажу. Но ничего, еще время у нас есть. Может дойдет. Но прямо сейчас ситуация развивается так, что пошла коррекция вниз. И хорошо себя отрабатывают линии Fibonacci. 38, 50. Вот прямо сейчас оттолкнулась. Я рассчитываю, что если она дойдет до линии 61,8, это в районе цены 21,822, то от нее можно будет купить и заработать на росте. Вот такие сигналы на эту неделю. Кстати, если вы торгуете в компании A-Markets, то для вас, наверное, будет интересно, что я в своем телеграм-канале сделал анонс. Я сделал новую версию своего торгового робота для платформы MetaTrader 5. У брокера A-Markets такая платформа есть. Поэтому, если вы хотите торговать моим торговым роботом, то пишите мне по ссылке в описании на мой канал. На моем канале найдете мой телеграм. И пишите мне, я расскажу, как его получить бесплатно. Ну, а если вам какие-то термины еще кажутся сложноватыми, то обязательно проходите мои базовые курсы для начинающих. Он поможет вам сэкономить время и деньги и быстрее начать зарабатывать. Полный обзор и другие разворотные точки, где покупать, где продавать, а не только на падении экономики Японии. Вы можете найти у меня на канале. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока!